Салам алейкум, братики, салам, саламчики, братанчики, чтобы вы понимали в этом ролике, я покажу вам целых 5 новых игр для суеты на ваши телефоны. Но подождите, сейчас у вас на экране высвечивается победитель, который забирает 3000 рублей на халяву, а если ты также хочешь получить бабки, то просто подпишись на этот канал, поставь лайк, напиши огромное количество комментариев. Итоги, как всегда, будут в следующем видео. Первая игрушка называется Magas Drive, и как вы видите, сюда завезли зимнюю обнову. Также, по моей просьбе, разработчики добавили день в эту игру, и вы просто посмотрите, как прекрасно она теперь выглядит, тут имеется падающий снег, красивый город, не, ну реально атмосферно. В автопарке тут представлено просто огромное количество машин, ну в принципе сейчас вы сами все их видите. Сейчас я купил себе вот такую BMW M5 CS, вы наверное заметили вот эту вот огромную тюнинг-мастерскую, и я просто в афиге то, что в одном обновлении просто все это добавили. Как только мы подъедем к какому-то боксу, ворота автоматически открываются, и мы можем начать тюнинговать свою тачку. Сделаем тут не такую уж и жесткую тонировку. Покрасим тачку вот такой вот серый цвет. Мне интересно, а что это за чип тюнинг? А, нифига, тут можно настроить параметры своей тачки. Ну и в принципе это все. Вы просто посмотрите, насколько красиво проработан салон в этих тачках. Ну и после того, как мы настроили тачку, мы можем нормально на ней посуетить. После этого у нас идет крутая игрушка для суеты под названием Bass Simulator Indonesia. Вообще изначально эта игра подразумевала под собой симулятор автобусника, но мододелы решили иначе. Вы просто посмотрите, сколько модов на тачке у меня имеется в этой игре, их тут просто дофига. Давайте выберем вот эту четырку. А, что-то в ней нету полов. О, а вот на девяносто девятой все нормально, но что-то она слишком быстрая для таза, я ехал практически сто шестьдесят. Вообще в этой игре имеется просто огромная карта и чтобы вы понимали на всех этих точках, вы можете кататься. Блин, ну просто какая же тут красивая графика. Эта игра мне нравится тем, что в ней имеется умный трафик и в нем можно нормально так посуетить. Но что-то машин тут маловато. Ема, ну на этой девяносто девятой можно нормально так посуетить. Ну да, я куда-то вшатался. Короче, ребят, я думаю вы сами видите то, что эта игрушка довольно-таки крутая и я каждому из вас советую в нее поиграть. После этого у нас идет GTA Дагестан на ваши телефоны, а именно это онлайн РП. Онлайн РП это GTA в вашем телефоне, в которую вы можете поиграть вместе со мной. Кстати, по секрету вам скажу, скачивайте игру по ссылочке в описании и вводите промокод хэштег бестик и сразу же получаете бабки и секретную тачку на время совершенно бесплатно. Тут вы сразу же можете стать военным, отдавая долг своей родине, полицейским, брав взятки зарабатывать себе на жизнь или же даже воровом в законе, отсиживающим срок на зоне. Все зависит только от вас. В автопарке у нас представлено огромное количество как отечественного автопрома, также и дорогих иномарок, выбор зависит только от вас. Но если же вдруг вы хотите как-то развлечься, то просто залетайте на закрытую парковку, где собираются лучшие гонщики, в ночной клуб, где вы можете потусоваться с девушками или же просто отправляйтесь на природу, чтобы там пожарить шашлыки со своими друзьями. Короче говоря, скачивайте игру по ссылочке в описании и играйте в онлайн рп вместе со мной. Также по-любому каждый из вас знает игрушку кар грозный мобайл, а вы знали о том, что ее обновили, теперь тут имеется вот такая вот зимняя карта с гололедом, на которой мы можем нормально так похасанить. Не, ну именно вот эту девятку можно нормально так покидать бочком. Мне очень нравится то, как они украсили эту карту, потому что теперь она передает какое-то новогоднее настроение. О, кстати, я нашел ментовскую цешку и на ней тоже можно покататься. Ну да, блин, да хасанился. О, нифига себе салюты, я их только сейчас увидел. Сейчас нам нужно будет найти секретный гараж, в котором представлен весь автопарк этой игры и, честно говоря, я не знаю, где он у нас находится, но будем искать. Яма, ребят, неужели я нашел эту парковку? Находится она возле вот этой вот башни, сейчас мы сюда заезжаем. И вы просто посмотрите, сколько крутых тачек имеется в автопарке этой игры. Мне что-то кажется, то, что половину машин отсюда просто сперли. Давайте возьмем Е60. Емана, салон тут просто бомбовый. Короче говоря, эта игра создана чисто для развлечения. Тут вы можете нормально так похасанить на машинах, подрифтить, ну и в принципе все. Ну и последняя игрушка называется Russian Card Drift. И я уверен, что она вам понравится. Тут у нас имеется просто гигантский автопарк, состоящий только из отечественного автопрома. Ну и, конечно же, тут имеются всякие десятки, двенашки, гранты, приоры. Давайте я выберу себе шаху. Вы просто не представляете, насколько много тюнинга имеется в этой игре, но сейчас вы увидите, как преобразится эта тачка. Ну все, пацаны, наш корч готов. Вы просто посмотрите, сколько тут имеется крутых карт. Сейчас мы чисто испытаем эту тачку в деле. И, кстати, ребят, на самом деле она довольно-таки хорошо дрифтит. Блин, мне очень нравится графика в этой игре. Но не нравится то-то, что тут нету вида от первого лица. Короче говоря, игрушка реально годная, так что скачивайте ее и играйте.